Слухи о том, что Банк Англии вслед за Федеральной резервной системой может в экстренном порядке снизить ставку рефинансирования, способствуют дальнейшему ослаблению фунта. Валютная пара фунт-доллар уже третий день подряд ведет колебания в пределах уровня 1,2770, имея флэт с переменными границами на 1,2740 и 1,2850. Вероятно предположить, что движение в заданных рамках еще сохранится, где работа ведется по методу их пробоя. Позиции на покупку рассматриваем выше чем 1,2855 с перспективой хода на 1,2900, а позиции на продажу рассматриваем ниже чем 1,2725 с перспективой хода на 1,2685, 1,2660 и 1,2820. Нисходящее движение фунта подкрепляется индексами деловой активности, которые оказались хуже прогнозов. Так, индекс PMI в сфере услуг снизился с 53,9 до 53,2 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до 53,3 пункта. Но хуже обстоят дела с композитным индексом деловой активности, который должен был остаться неизменным, но он снизился с 53,3 пункта до 53 пунктов. Единая европейская валюта также идет вниз в ожидании того, что уже на следующей неделе Европейский центральный банк все же снизит свою ставку рефинансирования до отрицательных значений. Другое дело, что снижение евро носит более умеренный характер, так как единую европейскую валюту поддерживают макроэкономические данные, в первую очередь по розничным продажам, темпы роста которых хоть и остались неизменными, но за счет пересмотра значения за предыдущий период в большую сторону, результат оказался существенно лучше прогнозов. Кроме этого, индекс деловой активности в сфере услуг вырос и оказался немного хуже прогноза. Однако это не помешало композитному индексу по деловой активности вырасти до 51,6 пункта. Валютная пара евро-доллар на фоне сильнейшего шума перешла в режим ожидания, находясь в небольшом откате, где уровень 1,1180 играет роль условного сопротивления. Вероятно предположить, что данный шум приведет к временной неоднозначности на рынке, выраженной в колебании 1,1100 – 1,1180. В свою очередь основная перспектива находится в широкой коррекции, но это уже в перспективе на ближайшую неделю. Позиции на покупку рассматриваем в случае сохранения характерного синдрома упущенной выгоды, где перспектива для входа будет выше, чем 1,1230 в сторону 1,1300, а позиции на продажу рассматриваем в плане локального хода в сторону 1,1120 – 1,1100. В дальнейшей перспективе будет случай фиксации цены ниже чем 1,1080. Несмотря на общее настроение участников рынка, потенциал роста доллара несколько все же ограничен в силу плохих ожиданий по американской статистике. Самым важным показателем является занятость, которая по данным ADP должна вырасти лишь на 175 тысяч, против 291 тысячи в предыдущем месяце. В нынешней ситуации замедление темпов роста занятости будет воспринято как сигнал к тому, что ситуация на рынке труда ухудшается. Именно этот фактор и будет оказывать наиболее негативное воздействие на американский доллар. В дополнение к нему индексы деловой активности в сфере услуг и составной должны снизиться, и факт снижения индексов ниже отметки в 50 пунктов может еще больше напугать инвесторов. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!